Часик в радочи ферсладость, дорогие хиканы, и как вы уже догадались, сегодня у нас вечер трэш могильных историй. Сегодня мы будем обсуждать такие серьезные вещи, поскольку в жизни бывает разное, дорогие друзья. И сегодня мы обсудим с вами вещь, мы же сами с вами прекрасно понимаем, что бывают, как и сотрудники, скажем так, не самые добропорядочные, и такое случается, к сожалению, так и люди бывают, обычно тоже не совсем правильные, законопослушные. И мы сегодня с вами смоделируем такую ситуацию. Вот, к примеру, вы идете где-нибудь по улице, не знаю, там что-нибудь, куда-нибудь за хлебом, за молочком, или за какой-нибудь другой, так сказать, снадобью, и вдруг к вам кто-то подходит, не важно, в штатском или не в штатском, и обнаруживают у вас вес, вес, ну не лишний вес, как был у хикана, вот, который он сейчас набирает, а вес каких-то запрещенных психоактивных веществ. Вот что делать, что делать со всем этим, нам сегодня расскажет наш дорогой адвокат. И бывший, да что ж ты не можешь ее подкурить, дорогие друзья, ЗОЖ на крестах, так сказать. Заодно вам расскажет, как себя вести наш короче-драгоценный адвокат Константин, и он же по совместительству бывший экс-работник прокуратуры, так сказать. Пожалуйста, пожалуйста, Константин, передай тебе слово. Да, спасибо. Ну, я еще раз хочу напомнить, что мы с Хиканом, естественно, против употребления всех запрещенных наркотических препаратов и психоактивных веществ, и, естественно, я против того, чтобы при защите себя или кого-либо другого использовать какие-либо незаконные методы, типа взяток и разведения коррупции. Так, значит, начнем немножко с теории. Состав хранения наркотических препаратов и психотропных веществ, а то есть так называемым материальным составом. То есть там главное – это само вещество. Если нет вещества, то нет и дела. Это почему так происходит? Потому что, чтобы сформулировать обвинение, необходимо точно определить, что это за вещество и какого оно веса. Соответственно, никакой следователь, тем более опер, тем более ППСник, это сделать не может. Это должен делать эксперт. То есть эксперт должен с помощью своих там аппаратов произвести экспертизу, хроматографию, определить, что это там какой-то там, как он называется-то, диацетилморфин или прочее, точно определить его вес. В общем, короче, для того, чтобы предъявить обвинение, необходимо изъятое вещество дать эксперту, который проведет экспертизу. Если вещества нет, соответственно, эксперту давать нечего, он экспертизу провести не может, и сформулировать обвинение невозможно. То есть невозможно в обвинении написать так, что там Василий Иванов шел по улице и имел в кармане при себе порошок, похожий на амфетамин, весом примерно 10-20 грамм. Такое обвинение невозможно. Даже бывают приговоры по убийству, когда нет трупа, но никогда не бывает приговоров по хранению или сбыту наркотиков, когда нет самого вещества. Таким образом, мы приходим к простому выводу, что если нет вещества, то нет и дела. То есть нет тела, нет дела. Соответственно, предположим, как сказал Хикан, если вас внезапно принимают, и у вас есть какое-то количество секунд или миллисекунд, и вы вдруг осознаете, что у вас в кармане что-то находится, даже если не по вашей воле, то что с этим делать. Ну, уничтожать, естественно. Как ни странно, есть ответственность за перевозку, производство, хранение, изготовление и прочие всякие манипуляции с наркотиками, но нет ответственности за уничтожение наркотиков. Поэтому, не знаю, разбрасывайте их по воздуху, распыляйте, топите в луже, сжигайте. Короче, если те менты подкинули, надо их срочно ликвидировать, так сказать. Да, да, да. То есть вы как бы себя от ответственности убережете, и ментов в материальном смысле накажете, потому что им наркотики тоже нужны. Они для них представляют определенную ценность материальную. Вот. Следующее, что я хотел сказать. Если вас принимают, то вам вот тоже в первые секунды необходимо определиться. Вот, что вы хотите. Есть три варианта. Либо вы джедай, и можете выдержать там пытки, угрозы. Или, не знаю, вам будут шить много других дел пытаться и прочее. И идти в отрицалово, либо забить на все и соглашаться, либо занять такую хитрую позицию, ни то, ни сё, я не знаю ничего, мне надо там с адвокатом поговорить, как бы затянуть время. Я вот по своему опыту могу сказать так, что 90% людей подкидывают им, не подкидывают, без разницы. Они сперзжи минуты на всё согласны, всё признают. При этом через какой-то определенный промежуток времени, например, там, не знаю, через месяц, они вдруг осознают, что они зря согласились. Но вот эти вот переобувания, они обычно, ну, ни к чему не ведут. То есть, первые слова, которые услышали опера, они зафиксировали, не дай бог, ещё под видеозапись, и всё. То есть, нужно определиться со своей позицией прям вот сразу. Если определиться не можете, то необходимо занять позицию, что вы пока молчите, ни о чём не говорите. Соответственно, если вы отрицаловы, то нужно готовиться к, там, не знаю, к побоям, к психологическому, к моральному давлению, к тому, что вам будут говорить, да мы сейчас на тебя ещё кучу всяких висяков повесим. Но терпите. Единственное, что вас может греть, это то, что если из вас выбивают признание, значит, без этого признания чё-то не срастается. И поэтому, если вы не признаетесь и перетерпите вот этот какой-то промежуток времени, то, вероятно, вас не убьют и ничего с вами не сделают. Потому что, что вам подкидывать, если вам и так подкинули, да, там, родственников вряд ли менты пойдут мочить, они не бандиты всё-таки. Вас тоже они вряд ли убьют. Ну да, будет боль, будут какие-то издевательства, оскорбления, унижения. Но если перетерпите, то вы красавчик. По поводу вот этой вот позиции не то, не сё. Просто такая ситуация, что вот вас останавливают, вынимают у вас что-то из кармана и говорят, это что, это чьё? Вот как на этот вопрос ответить? Можно ответить моё, можно ответить не моё, а можно ответить, я ничего не понимаю, мне надо поговорить с адвокатом. Если вы не похож на человека, у которого может быть хороший адвокат, вы можете сказать, я ничего не понимаю, плохо себя чувствую, дайте мне время. Ещё какую-то отмазку придумайте. Главное, ничего не говорите. Вот в этот первый момент. По поводу признания, ну тут как бы, если сказали да, то значит и будете так последовательно и говорите до приговора да. Как бы, в чём смысл? Ну вот, я сейчас беру, например, российское законодательство, да. Если у вас вес какой-то незначительный, то, ну, например, тот же гашиш, там, незначительный, это до двух грамм, то, соответственно, вам грозит административка. Это максимум 15 суток ареста, и там могут на учёт в наркодиспансер поставить, но это как бы совершеннейшая ерунда по сравнению с уголовным указанием. Если у вас значительный размер, опять тот же гашиш, до 25 грамм, то это до трёх лет лишения свободы. Но, если вы ранее несудимая, и у вас никаких других косяков в биографии не было, то, в принципе, вас, ну, с первого раза не посадят реально. То есть, максимум, что сделают, это назначат условное лишение свободы, вообще, в идеале, могут даже штраф назначить. Как бы, в чём вообще смысл признания и непризнания в первый момент? Это борьба за меру пресечения. То есть, есть такой фактор, что как вы на суд придёте, так вы с него идёте. Если своими ногами туда придёте на подписке или там на домашнем аресте, то так и пойдёте домой-обратно, только с условным наказанием. Если вы туда под конвоем приедете, то так с конвоем обратно вы едете. Вот по этой вот, с значительным весом, то есть, как у нас веса делятся? Незначительный, значительный, крупный, особо крупный. То есть, если незначительный, это административка, если значительный, то это до трёх лет лишения свободы. Это так называемое преступление небольшой тяжести. По такому преступлению вас даже не могут по закону поместить в следственный изолятор. Только если вы не имеете постоянного места жительства на территории России, ваша личность не установлена, либо вы скрывались по каким-то другим преступлениям, тогда вас могут арестовать. В противном случае вас отпускают. И, соответственно, суд вам избирает в итоге итоговое наказание, как условное, на первый раз. А вот с, например, более крупными весами, там надо всё-таки взвешивать свои шансы. То есть, например, уже с 25 грамм до скольких там, я не помню точно, по-моему, до... До 10 килограмм, что ли, там идёт срок от 3 до 10 лет. То есть, тут по закону вас могут как и арестовать, но, в принципе, ничто не запрещает вас и на домашний арест отправить, и на подписку. То есть, всё будет зависеть от наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств на момент решения вопроса об избрании меры посещения. То есть, в принципе, если вы семейный человек, у вас есть постоянное место работы, какая-то там бабушка-инвалид на иждивении, какие-то там пары каких-нибудь болячек, и плюс к этому вы признаетесь в том, что действительно хранили запрещённые вещества, то шансы на то, что вас отпустят на подписку, повышаются. Поэтому, как бы, тут синица в руках иногда лучше, чем журавль в небе. Ну, про как бы по признательную позицию рассказывать особо неинтересно. Поговорим про, скажем так, случаи, когда вам действительно что-то подкинули, и вы действительно ни в чём не виноваты. То есть, с чего всё обычно начинается. Возьмём простой случай. Не будем брать случаи контрольных закупок, следственных экспериментов. То есть, вы, предположим, идёте по Ульскому, вам подходят опера. Если это опера, значит, за вами заранее следили. Если вы просто угашены, шли, то к вам подойдут какие-нибудь ППСники. Если вы на машине едете, то гаишники. И происходит досмотр. Они производят досмотр в соответствии с законом о полиции. То есть, это что значит? Они должны найти двух понятых. При этом, до того, как понятые появятся в зоне видимости, не имеют права вас досматривать. И после этого могут уже лазить по вашим карманам и извлекать, что им хочется. Соответственно, никогда так не происходит, потому что зачем звать понятых, если они не знают заранее, есть у вас что-то или нет. Поэтому обычно, ну, либо они точно знают, что у вас что-то есть, либо они кладут что-то, что у вас до этого не было. Либо лазают у вас по карманам, достают, смотрят, что у вас что-то есть, и кладут обратно. И после этого вызывают понятых. Также, естественно, сразу отбирает телефон, начинает весело там лазить по вашим фоткам, угорать. Что делать в этом случае? Если у вас что-то из карманов достали, не забирайте это никогда назад. То есть, если они кладут это в карман вам сами, то вы ничего не можете поделать, особенно если у вас наручники на руках. Но в любом случае, сами обратно ничего не забирайте. После проведения этого досмотра составляется протокол. Вот эта, как бумажка, протокол, она самая вообще определяющая в будущем уголовном деле. То есть, если оно еще будет. Универсальный совет. Все, что вам, все документы, которые вам предоставляют, всегда перед тем, как подписывать, читайте. Это самая главная ошибка всех людей. Они не читают никогда, от чего подписывают. Это первое. Во-вторых, любой документ процессуальный, в нем всегда есть хотя бы пара пустых строчек, где можно вписать какие-то свои замечания, возражения, ходатайства, заявления. Поэтому вы читаете этот протокол, там всегда будет написано дата, время, место составления. Такой-то, такой-то сотрудник в присутствии таких-то, таких-то понятых в такое-то время разъяснил понятым такие-то их всякие разные права. Затем было предложено выдать такому-то, такому-то запрещенные к обороту предметы и вещества. Там он отказался, не отказался. В ходе его досмотра было обнаружено то-то, то-то, то-то. Эти предметы и вещества были изъяты. Должно быть их описание и упаковка. Соответственно, вы это читаете. Если что-то вам, ну, естественно, не соответствует действительности, вы обязаны об этом сделать заявление. Именно в этом протоколе. То есть, как это делается? Либо вы настаиваете на том, чтобы это вписали, либо в любом случае вам дают этот протокол для того, чтобы вы его подписали. Там есть эти строчки для заявлений. Ну, смело пишите. Если вам писать не дают, напишите туда хотя бы, помогите там, соц, любую какую-то фигню. Главное, чтобы тот, кто прочитал впоследствии этот протокол, понял, что вы с ним не согласны. Если вас перед этим избивали, пишите так, пишите, что ко мне применялось насилие. Если понятые подошли после того, как ваш фактически досмотр начался, также пишите, что понятые подошли там, после того, как у меня был из кармана изъято то-то-то. Если вы считаете, что вам что-то подкинули, так пишите, мне подкинули. Если у вас вымогали взятку, то тоже пишите, что у меня перед этим вымогали там деньги за то, чтобы меня не нашли то-то-то. Озвучивайте это вслух. Почему это надо обязательно делать? Потому что в последующем любой должностное лицо, которое будет решать вашу судьбу по этому делу, предположим, там, прокурор или судья, если вы ему скажете, а вы знаете, когда у меня было изъято вот это вещество, были нарушены, ну, такие-то вот нарушения были, он, соответственно, скажет, что а что вы раньше об этом не заявили, теперь-то уже поздно. И вот, ну, в какой-то степени он прав, потому что вы же подписали что-то. И именно вот это тот момент, когда об этом всем надо написать. К сожалению, подсказать вам об этом никому будет совершенно некому. Поэтому, как бы, если вы встали на путь отрицания своей вины, то вам нужно максимум зафиксировать вот этих вот нарушений со стороны правоохранительных органов. Я, как бы, не призываю там фантазировать, и если вас не били, то писать, что вас били, или там, если вас взятку не вымогали, писать вымогали, но, как бы, вы сами понимаете. Потом, дальше, впоследствии, если вы все это напишите, между вами, понятыми, этими сотрудниками полиции, которые составляли этот протокол, будут проводить сочные ставки. Если понятые люди нормальные и не как-то завязаны с этими полицейскими, то вы просто задаете им вопрос. Я делал такое заявление? Он отвечает, да. А на соответствии действительности он говорит, да или нет. А если он говорит, что нет, то вы спрашиваете, зачем вы тогда этот протокол подписали? То же самое спрашиваете сотрудника полиции. Если вот по каким-то причинам вам ваши замечания внести в протокол не дают, тогда его не подписывайте вообще просто. Как бы не подписание протокола, оно не означает, что этот протокол недействителен, потому что там понятые есть, другие какие-то участвующие лица, они вместо вас подпишут. Но в любом случае это будет основание в дальнейшем упирать на то, что вы с его содержанием этого протокола не согласны. Дальше. Обращайте внимание на то, как упаковывается то, что у вас изъяли. Ну, в настоящее время, во всяком случае, у нас в Москве у полицейских есть такие специальные зип-пакетики, которые, в принципе, нормально все туда упаковывается. Там есть клапан, его можно заклеить такой бумажкой, на которую ставится печать, какая-то пояснительная надпись, что там в пакетике лежит, и там расписываются все участники вот этого вот досмотра, кто его проводил, вы сами и понятые. Тут тоже такая двоякая ситуация, потому что иногда вам выгодно, чтобы упаковка была хорошая, а иногда, чтобы плохая. Если, например, вы знаете, что у вас на статью не набирается, то есть у вас какой-то кропаль, вам выгодно, чтобы в этот пакетик ничего не доложили, чтобы вес не увеличился. Поэтому тщательно следите за тем, чтобы этот пакетик или во что-нибудь упаковывать, это может быть даже коробка из-под обуви, любая емкость, чтобы она была вот этой бумажечкой опечатана так, чтобы без повреждения этой бумажки никак внутрь контейнера вот этого вот проникнуть было нельзя. И ставьте там свою подпись. И требуйте, чтобы в протоколе тоже было написано, что опечатано, помещено в такую-то емкость, там в пакетик или в коробку опечатана бумажка с подписями таких-то, таких-то лиц. Но с другой стороны, если вам, в принципе, ну, вы понимаете, что все равно грозит какая-то уголовная ответственность, то вам скорее выгодно, чтобы эта упаковка была дурацкая, чтобы ее описания толком вообще в протоколе не было. Тогда вы сможете давить на то, что то, что у вас изъяли, то, что находится в этой вот упаковке, это разные предметы. И то, что попало потом к эксперту, это совершенно не то, что у вас изъяли. Так что тут как-то тоже надо сразу определиться. Вот. Дальше что происходит? Скорее всего, вас повезут на так называемую продувку. Ну, то есть, сдачу анализов на то, что есть у вас в организме следы препаратов или нет. Значит, после того, как прошел вот этот досмотр, кстати, он может быть как вообще на улице, где вас взяли, так, может быть, и уже в помещении отдела, куда вас доставили, без разницы, где он. Обычно первые несколько часов вами занимается опера. То есть, они берут у вас объяснение. То, что опера берут объяснение, последствий это не является доказательством, так как вам не разъясняют права подозреваемого обвиняемого, не предоставляют адвоката. То есть, по сути, это просто, как сказать, ну, запись ваших разговоров с опером. Никаких задушевных разговоров с опером вести не надо, даже если вы изначально выбрали признательную позицию, потому что разговор будет вот примерно такой. Привет, как дела? Хочешь чайку? Чем увлекаешься? Кто у тебя родители? Где учился? А Васю знаешь? А Вася чем занимается? Откуда у Васи деньги? Чем Вася живет? И на чем Вася сидит? Вот он в таком ключе. В общем, если даже Вы выбрали признательную позицию, то выдавайте минимум информации. То есть от Вас требуется что? Заработать себе смягчающее обстоятельство в дело. Начинает говорить, а мы у тебя давай лучше явку с повинной возьмем, это тебе будет суперсмягчающее обстоятельство, тебя там ниже нишу назначат. На самом деле все это ерунда, потому что всякие бумажки, которые озаглавлены чистосердечные признания, вообще никак не учитываются. Явка с повинной естественно она учитывается, прямо предусмотрена уголовным кодексом, но при этом на усмотрение судьи. То есть судья даже при наличии явки с повинной может назначить наказание ниже низшего предела. То есть например, если какая-то там статья 228 часть 2 от 3 до 10 лет он может с явкой с повинной написать назначить вам 2 года условно. Но судья не дурак, понятное дело, что если по протоколам видно, что вас задержали в 2 часа, а явку с повинной вы взяли в 3 часа, то какая-то явка, если вы уже задержаны, куда вы явились-то? Правильно? Если вы уже в кабинете у оперов находитесь. Поэтому если договоритесь, что вот эта явка с повинной будет оформлена временем до того, как вас задержали, то отлично. Если после, то она никакого особого значения иметь не будет. Вот. И вот по поводу вот этого всего сотрудничества, сейчас у нас смотрели, наверное, фильмы, как там в Америке прокурор с адвокатом договаривается, мы вам то, такие-то сведения, мы вам такой-то срок, суд это как бы утверждает, и все нормально, все довольны. Примерно то же самое сейчас в России тоже применяется. Называется соглашение о досудебном сотрудничестве. То есть человек предоставляет какую-то информацию, а прокурор за это в случае выполнения вот этого обещания о предоставлении информации или участии в определенных оперативных мероприятиях обещает ему то, что в суде он будет требовать наказания, которое существенно ниже, чем то, которое предусмотрено санкцией соответствующей статьи. Но смысл в том, что вот эта вот информация, она должна быть какой-то новой. Вот это соглашение, оно заключается с подозреваемым или обвиняемым, когда уже дело возбуждено через следователя, поэтому как бы если у вас какая-то ценная информация есть, то придержите ее. Если вы что-то признаете, признавайте вот по поводу самого себя, по поводу других, чего-то там каких-то лишних обстоятельств не говорите. Либо вообще тогда не говорите, либо придержите для того, чтобы использовать это в своих интересах позже. дальше с вас взяли объяснение. После этого обычно дело попадает к следователю или к дознавателю, если он маленький вес. Там они тоже такую ловку применяют. Они сначала, хотя дело и возбуждено, но они возбуждают его в отношении как бы неустановленного лица, а вас допрасывают в качестве свидетеля. Опять, зачем это надо? у свидетеля меньше прав, чем у подозреваемого обвиняемого. Он несет ответственность за отдачу заведомо ложных показаний, а обвиняемые подозреваемые не несут. И ему не положен адвокат. Соответственно, опять это будет разговор уже один на один со следователем. Он что-то записывает впоследствии, естественно, и от этих дурацких объяснений, которые опера взяли, и от свидетельских показаний можно отказаться. Но даже отказ от всех этих показаний не значит, что эти всякие бумажки, где они зафиксированы, будут вырваны из дела и куда-то выкинуты. Нет, они в деле так и останутся. Просто они будут признаны недопустимыми доказательствами, и то, если вы или ваш адвокат об этом будет ходатайствовать, и не смогут судья, например, при вынесении приговора на них ссылаться. Но он все равно их прочитает. И, естественно, у всех есть такой стереотип. Первые показания, они всегда самые правдивые. Поэтому, если вы в чем-то не уверены, как бы думаете, смогу я соскочить, не смогу я соскочить, лучше вот на этом моменте, пока вы не сможете ни с кем посоветоваться, уклоняйтесь от этих объяснений и свидетельских показаний. Просто. 51-й, то есть, это конституция, статья, которая вам дает право не свидетельствовать против самого себя в любом случае. Как бы не очень хорошо, когда в протоколе будет так и записано, что такой-то, такой-то отказался от дачи показаний в связи с тем, что он воспользовался правом 51-й этой статьи Конституции. Потому что там есть слово против себя, то есть, создается такое впечатление, что у человека что-то есть, какой-то косяк, но он просто его скрывает. Поэтому, лучше уклоняться другим способом. Просить исследователя или опера записать, что я пока не готов, не отвечать на ваши вопросы. Хочу посоветоваться с адвокатом. Или, например, с 22-х часов, не помню, до 6-ти утра считается у ПК это ночное время. Просите перенести на следующее утро допрос или объяснение. Вот. Дальше. И, кстати, напоминаю, что пока с вас берут объяснение, пока вы допрашиваетесь в качестве свидетеля, если такое будет, вы как бы свободный человек. Вот если у вас будет возможность просто взять и выйти с территории отдела, выходите, вам ничего за это не будет. Вас никто не задерживал. Документально. Фактически, да, задерживали. Документально задержание оформляется так, то есть, составляется протокол задержания в качестве подозреваемого. С этого момента вы приобретаете статус подозреваемого. Тоже, к сожалению, составление этого протокола не требует наличия адвоката, но там тоже есть важные моменты, на которые нужно обратить внимание. Например, там пишется сверху дата и время составления этого протокола и чуть ниже дата фактического задержания. То есть, обычно следователи не парятся и вот у вас с вами опера там сутки сидели, там что-то из вас пытались выжить, потом они вас приводят к следователю и следователь смотрит на часы. Так, составляя протокол там в 21.30 22.00 ноября 2019 года, фактическое задержание тоже в 21.30 того же числа. То есть, он пишет, что фактическое задержание в тот же момент, когда вы появились в кабинете. Но на самом деле это не так. Фактическое задержание это тот момент, когда, грубо говоря, вы первый раз столкнулись лицом к лицу первый раз с теми полицейскими, которые вас задержали. Все, с этого момента, а уж тем более, если на вас наручники одевали, вы как бы скрыться, естественно, никуда не можете, телефон у вас отобрали, то есть, к вам уже применили какие-то меры принуждения, поэтому с этого момента и считается этот срок фактического задержания. Какое это имеет значение? Задержит человек на 48 часов. Предположим, как я уже говорил, вас могут опирать, мурыжить там у себя сутки и более. Вы приходите к следователю, у вас от 48 часов уже там 36 прошло, уже вечер, ночь наступает, а ему в течение этих 48 часов нужно подготовить материал и отправить его в суд. Суд ночью не работает, ну и все, ему придется вас просто выпускать. Ну, конечно, вас не выпустят, если вы там какой-то шум, вой, или там ваш адвокат не поднимут. Там придумают, что вы матом ругались, там на территории отдела вас еще там немножко подержат за это. Но, как бы, в любом случае это будет вам какой-то маленький шанс. Также в момент задержания могут провести ваш личный обыск, то есть забрать вашу одежду, чтобы исследовать карманы на предмет наличия вещества. Потом, уже после задержания, там, произвести смывы с пальцев рук, чтобы эти какие-то крошки найти, срезы ногтей, ну, естественно, пальцы откатают. Нарушением будет, если вот этот вот протокол задержания будет составлен позднее трех часов, после того, как вас доставили в здание полиции. Также в течение трех часов, как вас доставили в здание полиции, вам обязаны предоставить один звонок. Звонить можно родственникам или так называемым близким людям, это как бы очень расплывчатое понятие, то есть девушке-то вы можете позвонить, другану, подельнику, какому-нибудь там, своему, вряд ли. И этот звонок производится в присутствии следователей, разговаривать вы должны на русском языке. Дальше. Вообще методика расследования этих дел предполагает то, что если вас где-то на улице задержали, то обязательно тут же, ну не тут же, а спустя какое-то время к вам на место жительства поедет следственно-оперативная группа проводить обыск. То есть, ну, это может быть не обыск, а осмотр, если вы добровольны, там разрешите в ваших вещах копаться, либо еще в других парциальных формах не буду на этом останавливаться. В общем, смысл в том, что готовьтесь к тому, что у вас дома будут изымать компьютеры, телефоны, флешки, носители информации, любые фотоаппараты, также тетрадки, записки, блокноты, всякие ежедневники, любые записи, весы, всякие подозрительные ложки, склянки, на которых будут искать следы веществ, шприцы, ватки, не знаю, предмет, приспособление для курения, ну, и какие-то даже совершенно безобидные вещи, типа фольги, пищевого полиэтилена и там скотча. Дальше следует уже допросы в качестве подозреваемого предъявления обвинения и допрос в качестве обвиняемого. Тут, как бы, я советов давать не буду, тут должен участвовать адвокат. Единственное, что скажу, если вот при вашем личном досмотре делали какие-то замечания по поводу того, что вас там били, подкидывали что-то, то как бы в любом протоколе какой бы либо не составлялся с вашим участием всегда то же самое дублируйте. Ну, в общем, наверное, это все, что я хотел сказать. Как бы еще раз подытожу, что нету тела, нету дела, это первое. Второе, это сразу определяйте свою позицию, это либо вы в полной несознанке, в полной сознанке, либо вы ничего не понимаете, ждете адвоката. Ну, и если вы не в сознанке, считаете, что вам подкинули, то дотру к тому, что придется терпеть всякие неприятные вещи. Вот. Ну, у меня, в общем-то, доклад окончен. Спасибо. Спасибо, спасибо, дорогой Константин, дорогие друзья. Я же, в свою очередь, хочу вас призвать к ЗОЖу на крестах. К ЗОЖу на крестах изучайте этот мир, изучайте этот мир трезво, потому что он интересен и безграничен. Нахуй оно вам надо. Я имею ввиду, дорогие друзья, то, что вы понимаете. Вот. Только ЗОЖ на крестах, береги меня, Аллах, как я однажды спел. Вот. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, Хикона, ставьте классы, не забывайте о колокольчике, потому что многие поговаривают, что видео не приходит, оповещение. Вот. Донатин с бабульной на бич-пакеты, заказывайте рекламу и сигны. Тёмки-тёмки, лавки-лавки, покосики, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok